Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Проверено мин нет. Саперы под прикрытием миротворцев провели спецоперацию. Жизнь за решеткой. Осужденные самарских колоний заработали за год более полумиллиарда рублей. И это не предел. Профессионалы европейского уровня. Четверо самарских ребят, победивших в чемпионате профмастерства WorldSkills, будут представлять Самарскую область в Швеции. Когда слова «токарь», «фрезеровщик» и «слесарь» звучат как музыка. Рабочий РКЦ «Прогресс» тоже готовы продемонстрировать профнавыки. Когда встретит человека с граблями и ведром – добрая примета. Сотрудники муниципальных предприятий Самары, департаментов и управляющих компаний выйдут на большую уборку улиц. Миротворцы Центрального военного округа прикрыли саперов, которые разминировали социальные и культурные объекты. Спецоперация прошла в Самарской области и стала частью тактических учений. Начались они 28 марта с внезапной проверки боеготовности миротворческой бригады. В них принимали участие почти полторы тысячи военнослужащих и более 350 единиц техники. Все действия отрабатывались в рамках розыгрыша операций по принуждению к миру. Подразделения также отработали задачи по безопасному сопровождению колонны с гуманитарной помощью в населенный пункт, отбитую в боевиков, и отражению атак диверсионных групп. Миротворческая бригада была создана под эгидой ООН в 2005 году в Самарской области и является единственным подобным соединением в сухопутных войсках России. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники. Руководители крупнейших общественных организаций Самарской области обратились к жителям региона с призывом также, как и год назад, поддержать команду губернатора на предстоящих в сентябре выборах. Федерация профсоюзов, общественная организация ветеранов, Союз генералов, Союз народов Самарской области и других объединений выступили с призывом сплотиться и объединить усилия для поддержки курса президента России. Подробнее Марина Кравцова. Честные и открытые. Такими должны быть выборы, считают самарские общественники. Мы находимся на таком историческом этапе, когда только единство и сплоченность народа способны обеспечить успешное развитие России. Этими словами представители крупнейших объединений региона обратились к жителям Самарской области. У нас в Самарской области уже на протяжении многих лет сложилась добрая традиция, когда общественные организации, они укрепляют гражданское общество, способствуют объединению неравнодушных граждан. Мы выходим к гражданам с призывом, с предложением о том, чтобы мы все вместе объединили усилия. 18 сентября, в единый день голосования, предстоит выбрать депутатов Государственной и Губернской думы. От мудрости народного выбора во многом будет зависеть судьба страны, сказано в обращении. Авторы письма предлагают создать в Самарской области большую и сильную команду поддержки курса президента и губернатора. В эту команду должны войти не только общественники, представители ветеранских, молодежных, профсоюзных организаций, но и любой житель региона. От того, насколько мы активны и едины, сегодня зависит успех в будущем. Общественники уверены закрепить позиции Самары как столицы космической и авиационной промышленности, задачи, над которыми необходимо работать совместно. Мы должны сделать все, чтобы город Самара был один из процветающих городов. Самарский регион был самым мощным, потому что у нас есть экономика и сельское хозяйство, да и народ у нас прекрасный. Ради этого стоит работать. Консолидация общества особенно важна в условиях нестабильной ситуации в мире, считают представители общественных организаций. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Молодым везде дорога. В ракетно-космическом центре «Прогресс» прошел конкурс профмастерства. Участвует только молодежь завода. Своего кандидата выдвигал каждый цех. Молодых специалистов испытали в деле и проверили их знания в теории. О секретах мастерства лучших в своей профессии расспросила Валерия Макарова. Это своего рода олимпийские игры. Ловкость рук и отработанные движения – залог победы. Конкурс профмастерства среди молодых рабочих – традиция, которую на прогрессе соблюдают десятилетиями. Соревнуются в четырех специальностях – токарь, фрезеровщик, слесарь и монтажник. Сначала практика, а после сдают теорию. Настоящий экзамен. Задание участники получают только утром. Подготовить его заранее невозможно. Токаря узнали, вытачивать придется деталь под названием штуцер. Резьба, наверное, для многих сложная. Она внутренняя, во-первых. Трудно увидеть, трудно успеть вынатилизироваться вовремя. Но если касается конкурса, например, то токарь должен знать про этот станок все. Каждая из них – лучший в своем цехе. Теперь определяют победителя на уровне всего завода. Это конкурс молодежный. Каждый показывает свои амбиции, свои наработки, готовится к этому конкурсу. Это и мастерство, это и навыки, это и талант, это и собранность. Перед началом конкурса наставники напоминают – торопиться не нужно. Главное – свою работу сделать на высшем уровне. Качеству на нашем предприятии уделяется особое внимание, и оно стоит всегда на первом месте. Потому что техник, какой мы выпускаем, она очень сложная, очень дорогая, очень ответственная, которая выполняет очень такие большие задачи. На этот раз конкурс особенный тем, что проходит он в год 55-летия полета в космос первого человека. Дата, которую Самара отмечает по праву. Ведь именно в цехах «Прогресса» собирали две ступени ракеты, что доставило Гагарина на земную орбиту. Сегодня все российские космонавты летают на Самарских союзах. А на завод, где их строят, приходит новое поколение специалистов. Без каждого здесь человека по штату невозможно дело общее сделать. Обязательно кто-то выполняет свою определенную функцию. Я считаю, что хват я тоже свой вношу какой-то. Хоть маленький, но все равно вношу. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Европейский размах. Четверо самарских мастеров вошли в расширенный состав национальной сборной Союза WorldSkills России. Счастливчиков отбирали со всей страны. Всего 79 человек. В основной состав попадут не все. За это право предстоит побороться. С теми, кто готовится представлять Россию на европейских соревнованиях профмастерства, встретилась Алина Чемерес. В жакете обязательные условия – это два прорезных кармана. Обязательные условия также являются воротник пиджачного типа. Остальные нюансы мы можем сами менять и делать такими, которые мне нравятся. Чтобы сшить женский пиджак, на чемпионате профмастерства участникам дается 11 часов. Еще шесть отводятся на юбку. Мелюза Зайдулина в прошлом году стала победительницей всероссийского конкурса WorldSkills. Шутит, готовясь к соревнованиям, нашила одежды на весь техникум. Сегодня юный модельер вошла в расширенный состав национальной сборной. Говорит, профессия, которая сейчас помогает побеждать, определенно станет делом жизни. Делиться на пути к успеху важны маленькие модные хитрости. Главное – это то, чтобы одежда подчеркивала женские достоинства и скрывала недостатки. Ну и, наверное, чтобы выглядело эстетично, чтобы было смотреть приятно на человека. Например, если человек низкий, то, например, слишком длинная юбка, тоже надо правильно подобрать длину, потому что она может как укоротить ниже еще сделать человека, а может визуально его сделать выше. То есть вот таких нюансов очень много. К европейскому чемпионату готовится и электромонтажник Равиль Атласов. В прошлом году он тоже уже стал победителем. К конкурсу профмастерства Равиль готовится сам после занятий. Собирает электрические цепочки, монтирует оборудование. Рассказывает, чтобы стать лучшим, важно не только знать свою профессию от и до, беспрекословно соблюдать технику безопасности. В прошлом году за нее даже снимали баллы. Там, в принципе, к технике безопасности очень трепетно относятся, потому что и так же она как бы усложняет задания. Если какие-то производишь пильные работы, то есть это распил кабель канала, ты должен обязательно быть в перчатках и в очках. Если производишь сверление, только в очках. Светильники, которые должны включаться согласно схеме, реагировать на движение, работать в автоматическом режиме. Многие задания, рассказывает Равиль, организаторы чемпионата берут с международных соревнований. Еще на первом чемпионате участники из разных стран должны были смонтировать из светодиодной ленты свой флаг. Такое же задание было и в прошлом году в Казани. Повсюду загорелся российский триколор. Сегодня самарские мастера готовятся войти в основной состав национальной сборной Союза WorldSkills России. Его сформируют этим летом. За основу возьмут индивидуальные рейтинги ребят, знания технического английского языка, спецдисциплин. Европейский этап конкурса профмастерства стартует в конце ноября в Швеции. Алина Чемерис, Максим Гусев, Григорий Клешаков. События. Рубль не оправдал ожиданий и резко сдает позиции. В причинах разбирался наш экономический обозреватель. Здравствуйте. Эх, был такой хороший шанс, но не получилось. Нефть снова пошла вниз, а вместе с ней проседает и рубль. Аналитики винят биржевых спекулянтов и саудитов, которые одним профилем нам улыбаются, а другим интриги строят. В общем, никак не хотят ограничивать добычу черного золота. В итоге имеем нефть по 37 долларов 42 цента. И доллар США по курсу Центробанка на 6 апреля 68 рублей 89 копеек. Курс евро 78 рублей 27 копеек. Золото стоит 2682 рубля за грамм. Серебро стоит 33 рубля 3 копейки за грамм. Сбербанк обнаружил у россиян обострение финансовой депрессии. И чем выше доход, тем хуже ожидания. Зато льготную ипотеку могут продлить на следующий год. На сегодня это все. Удачи в делах. Более полумиллиарда рублей заработали осужденные из самарских колоний за прошлый год. Эту цифру озвучил глава областного ГУФСИН Рамис Алмазов. За решеткой налажено производство одежды, продуктов питания, железобетонных изделий, металлоконструкций. Недавно начали выращивать тюльпаны. К труду привлечена почти половина осужденных. За свой труд они получают зарплату. В этом году планируется увеличить прибыль до 800 миллионов рублей за счет работы по импортозамещению некоторых товаров. Кроме того, пребывающие в местах не столь отдаленных успевают учиться. 64 человека закончили техникумы, 31 вузы. В планах на этот год повысить показатели по привлечению осужденных к труду. В этом году самая главная задача будет все-таки вступать в силу закон о создании центров по трудоиспользованию. То есть привлечения осужденных без лишения свободы к принудительным трудам. То есть они будут содержаться у нас, будут созданы такие центры, будут заключаться договора с предприятиями. Они будут туда выезжать, работать, на ночь возвращаться. По месту жительства и работы депутата Самарской губернтской думы Михаила Матвеева, а также адвоката Андрея Соколова проводятся обыски. Об этом на своем сайте сообщает областное управление Следственного комитета. По данным силовиков, обыски идут в рамках уголовного дела по факту разглашения данных предварительного следствия по другому уголовному делу. По какому именно в интересах следствия пока не уточняется. По неподтвержденной информации, Михаил Матвеев размещал в своем блоге протоколы допроса Дмитрия Бегуна, арестованного по подозрению в вымогательстве 3 миллионов рублей у предпринимателя Сергея Шатила. Более подробных комментариев представители силового ведомства пока не дают. Далее коротко о других темах дня. Запуск Первого Союза 2А1А с космодрома Восточный застрахует почти на 2 миллиарда рублей. Госкомиссия уже определила дату первого запуска с Восточного. 27 апреля ракета-носитель выведет на орбиту космические аппараты АС-2Д, научный спутник МГУ Ломоносов, а также наноспутник СамСАТ-2018. Специалисты Роскосмоса начали предстартовую подготовку всех систем космодрома. Вывоз ракеты на стартовый стол запланирован на 23 апреля. Движение на речном маршруте Самара, поляна имени Фрунзе, Ширяева, откроется 8 апреля. Совершить весеннюю прогулку на теплоходе Москва пока можно только один раз в день. От речного порта теплоход отходит в 8.30. В 9.30 забирают пассажиров на причале поляна Фрунзе. И в 11.00 прибывают в Ширяево. Обратный рейс назначен на 17.00. В Самару пассажиры прибывают в 19 часов. 29 апреля линия будет расширена. Начнут функционировать остановочные пункты Богатырь и Зольная. Самарская таможня пополнила бюджет страны на 6 миллиардов рублей. Ведомство отчиталось за период с января по март. Импортная составляющая составила больше 5 миллиардов. Экспортная – 77 миллионов рублей. Проезжая часть улицы Ярошевского от Часовой до Новосадовой будет перекрыта на несколько дней. На этом участке меняют часть коллектора. Сейчас бригада работает на канализационной линии диаметром 500 миллиметров. Автомобилистов просят выбирать другие маршруты. Погода в Самаре снова бьет рекорды. По информации гидромедцентра, первая декада апреля по температурному режиму ожидается на 2 градуса теплее средних многолетних значений. И если в середине недели температура воздуха днем будет повышаться до 6-8 градусов тепла, то к выходным столбик термометра покажет значение выше 10-12 градусов. Коммунальный брейн-ринг. Школьники и студенты Самары борются за звание самого сведущего в сфере жилищного законодательства. 16 команд знатоков готовы ответить даже на самые сложные вопросы в решении коммунальных проблем. За игрой наблюдала Лариса Шалафаст. Что делать, если в квартире прорвало трубу? Как найти управу на неразивых управдомов? Теперь на эти вопросы может ответить даже школьник. Несколько месяцев ученики школ и колледжей Октябрьского района Самары изучали тонкости жилищного законодательства. И теперь подкованы не хуже юристов. Это нужно для того, чтобы молодежь, студенты, школьники просвещались, чтобы мы тоже не были темными людьми, чтобы мы знали свои даже хотя бы права, обязанности в сфере жилищного права. Мы же будущие владельцы жилья. Чтобы молодое поколение не оставалось в стороне от бытовых проблем, в Октябрьском районе несколько лет работает школа будущих владельцев жилья. Через игры и совместные акции молодежи объясняют, как должен вести себя человек, который любит свой город и заботится о нем. Это большая работа на то, чтобы территория жила, развивалась. И самое главное, чтобы мы понимали, что рядом с нами живут люди, которые ответственны за территорию, которые создают комфортные условия проживания не только для себя, но и для окружающих. По итогам брейн-ринга будет объявлена лучшая команда района. Но на этом занятия в школе будущих владельцев жилья не заканчиваются. В ближайшее время ребята примут участие в городских субботниках. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. В среду, 6 апреля, сотрудники муниципальных предприятий Самары, департаментов и управляющих компаний выйдут на большую уборку улиц. Причем метла и грабли в руки возьмут и руководители. Их присутствие на так называемых средниках обязательно. Фронт работ был намечен на совещании в департаменте ЖКХ. Улицы, на которых мусор уже убрали, будут чистить пылесосами, которые уже вышли на линии. А 9 апреля, перед днем космонавтики, в городе пройдет Гагаринский субботник. Погода обещает поспособствовать не только продуктивному труду, но и хорошему настроению. На выходные синоптики обещают до плюс 17 и солнце. Опять же, в первых рядах будут представители муниципальной власти. Поручено выйти и всем дворникам управляющих компаний. Где и как убрали, будет контролировать городская административно-техническая инспекция по благоустройству. Все залежавшиеся на газонах мешки и мусор на контейнерных площадках сфотографируют и составят протоколы. Все, без исключения, начало работы в 9.00 до 14.00. Работаем, подметаем, убираем. Это касается А и предприятий. В полном объеме выходят управляющие компании и сфера благоустройства. Работает, скребут и убирает. Автобус, несущий чистоту и порядок. В Стамаре стартовала акция «Агитационный экологический автобус». В апреле несколько машин будут разъезжать по разным маршрутам, а их пассажиры наводить порядок на улицах города. В этом году в центре внимания волонтеров улица Старозагора. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. Видишь экологический автобус – жди чистоты. Верные приметы этой весны. В этом году сразу несколько таких машин патрулируют улицу Старозагора. В юбилейный год улица должна быть идеальной. Собрались мы все в отряде. Сквер отправились скорее. Убираем дружный мусор. Сразу стало веселее. Пассажиры автобуса – школьники. Готовые навести порядок везде, где появятся. Волонтеры грязи не боятся. Для девочек перчатки обязательно. Руки надо беречь до занозы, чтобы не впадали маникюр, чтобы не испортился. Сквер Росовского на улице Старозагора, серый и потускневший после зимы, силами ребят превращается в чистый и ухоженный. Мы сейчас занимаемся улучшением природы. Мы помогаем растаять снегу. Лучше ему помочь, чтобы быстрее носило лето. Вместо уроков работа на свежем воздухе. Но школьники только за. Хотя для многих городских ребят физический труд непривычен. Это полезно для города. И с друзьями весело провести время. Охота была. В сквер убирают старшеклассники двух школ. Пока суть до дела, уже перезнакомились и подружились. Чтобы перевести дух, школьники отвлекаются от уборки и участвуют в викторине на знание истории улицы и русско-болгарской дружбы. И снова грабли в руки и в бой, заражая энтузиазмом всех вокруг. Приступ чистоты в сквере Росовского начался буквально у всех. И у малышей, которые ворошат снег, и даже у постоянных обитателей сквера. Голуби решили не пропускать сегодня банный день, несмотря на не очень теплую погоду. Кто во что гораст, самарские ученики колледжей соревнуются в творчестве. В Самаре начался ежегодный фестиваль «Веснушка». В нем принимает участие 9 команд. В этом году фестиваль посвящен Году российского кино. Творческие номера оценила Лариса Шалафаст. Зажигательные танцы вместо семинаров и лекций. Студенты самарских колледжей показывают весь свой творческий потенциал. К фестивалю «Веснушка-2016» готовились несколько месяцев. Это творческая жизнь для собственного развития. То есть я участвую, это мне дает опыт в жизни, который я потом смогу применить. Студенческому фестивалю «Веснушка» исполняется 10 лет. В этом году участие в фестивале принимают студенты 9 профессиональных образовательных организаций Самары. Сейчас проходит первый этап конкурса, где команды показывают свои концертные программы. Второй – новый этап, конкурсный день для индивидуальных творческих номеров. Если в учреждении не получается собрать полный концерт, но есть ребята, которые профессионально могут заниматься и показывать свои таланты в тех или иных жанрах фестиваля, специально для них мы будем собираться отдельно, и жюри посмотрят эти отдельные номера. По итогам двух этапов сформируют список лучших номеров и определят победителей фестиваля. Они примут участие в галоконцерте, который состоится 25 апреля. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. А теперь пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Делегация FIFA приедет в Самару обсудить подготовку к чемпионату мира 2018. Крылья советов забивают и, наконец-то, побеждают в премьер-лиге. Мемориал по футболу Владимира Келлина выиграла Академия футбола. Мемориал по футболу Владимира Келлина прошел в Самаре разыграть кубок футболиста. Келлин играл за клубы Средней Азии. Тренера руководил самарской командой «Волга». Председателя областной федерации футбола и спортивного журналиста приехали 10 команд. Из Самарской области, а также Перми, Нижнего Новгорода, Татарстана и Башкирии. Пять дней юные спортсмены выясняли на поле, кто достоин ценного приза. В итоге кубок победителя мемориала Келлина достался Тольяттинской академии футбола. Второе место у самарского юнита – бронзовые медали у «Камаза» из набережных Челнов. Успешно выступили в премьер-лиге и крылья советов. Самарский клуб наконец-то прервал пятиматчевую безголевую серию. Удача улыбнулась советам с Мордовией. На два забитых мяча саранцы ответили только одним. У крыльев отличились Иван Таранов и Сергей Корнеленко. Эта победа позволила самарцам оторваться от Кубани на три очка и закрепиться на 12-м месте турнирной таблицы. Лидер национального чемпионата – Ростов. В продолжении футбольной темы. Специальная комиссия приедет в Самару представители ФИФА и Оргкомитета России-2018. Проверка намечена на 8 апреля. Делегацию возглавят генеральный директор Оргкомитета Алексей Сорокин, директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит и руководитель подразделения ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Уингер. Основная цель визита – не оценка строительства футбольных арен, а обсуждение работы на стадионах во время проведения чемпионата мира. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. В эфире телеканала Самара Ги стартует новый проект – кулинарное шоу «Болгарский перец». Название не случайно в этом году отмечается 50-летие улицы Старозагора и 140-летие российско-болгарской дружбы. Ведущее шоу Марианна Мирная вместе со своими гостями готовит блюда болгарской кухни. Что готовить, выбирайте вы, телезрители, на нашей странице ВКонтакте. Первым посетителем нашей кухни стал режиссер Театра Самарта Александр Мальцев. Он рассказал о своем путешествии в дружественную страну и о впечатлениях о поездке. Готовили традиционные для Болгарии гювич и баницу. Подробнее о блюдах узнаете в эфире нашего телеканала. Итак, друзья, наш прекрасный гювич и наша прекрасная баница готовы. Гювич мы будем подавать порционно в горшочках, да, то, как мы его и делали. Да, запах действительно чудесный, овощи, мясо, все шикарно. Итак, баница, посмотрите, как зарумянилась, запеклась. Просто шедевр, я считаю, кулинарного искусства. Люди уже ломятся сюда, к нам, мы никого не пускаем. Все для вас, дорогие телезрители. Так, я думаю, что такой щедрый кусок, да, Саш? Участвуйте в конкурсах новой программы, пробуйте болгарскую кухню, смотрите кулинарное шоу «Болгарский перец» в четверг, 7 апреля в 20.30 на телеканале «Самара ГИС». На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»